Есть три вида слова. Слово что это? Выражение внутренней сущности. Первое это слово сказанное сердцем. Второе сказанное устами. И третье выраженное действием. Сказанное сердцем пророк Давид писал, рече безумец в сердце своем не с Богом. Или даст тебе Господь по сердцу твоему. А уста сказал Господь, а избытки сердца, от избытка сердца говорят уста, от слов своих опродайся и от слов своих осудишься. И самое, конечно, интересное и не всегда понятное это слово выраженное действием. И, конечно же, слово, которое человек пишет, где бы там на бумаге или на теле своем. Потому был один безбожник, безбожный писатель. Когда он умирал, бывает такое, что Господь перед смертью дает человеку видение и осознание что он наделал и чем все закончится. И он говорил, я бы отдал бы все миры, если бы их имел, если бы только сошли мои книги. И вот один молодой человек попадает в реанимацию. Приезжают его родители, к ним выходит врач и говорит, «Вы знаете, что я на теле вашего сына обнаружил недавно сделанную татуировку. Живи быстро, умри молодым». И я связываю, что здесь не просто так. Это болезнь. Раньше он болел у вас так? Говорит, нет, никогда. Я стер только одно слово. Умри. И осталось живы быстро молодым. И после этого молодой человек пошел на поправку. То есть вот, братья и сестры, что даже такие вот слова, которые как бы невинно так просто написаны, нарисованы, потому что рисунок это тоже является выражением сущности. И как внутреннее влияет на внешнее, на выражение, так и выражение потом имеет обратную связь. Оно влияет и на внутреннее. Вот эти черепа, эти змеи, еще что-то накалывать на теле своем. Ничего просто так бесследно не проходит. Две девушки, сделавшие татуировку, одна чертика с вылами, вторая бабочку. И после этого их понесло. Одно, как будто черт ее постоянно подстрекает на блудные дела, а вторая по ночам шастается, как бабочка. Но у нас так люди бывают, что сделают себе татуировку, а потом со временем думают, как бы ее вывести. Это и трудно, и долго, и гораздо дороже. И я еще скажу то, что не только татуировки, а то, что мы на теле своим носим, это тоже есть выражение нашей сущности внутренней. Это тоже своего рода проповедь. То есть мы устроены по образу и подобию Божьему. Потому что Господь к нам так строго относится в этом отношении. Но как бы строго, но на самом деле милосердно. Потому что Он делает это из любви. Одних Он наказывает сразу, а вторых со временем. То есть давая человеку возможность покаяться, осознать. Потому что наказание, когда наказывают, необходимо, чтобы человек понимал, за что он наказан. Чтобы это наказание пошло на пользу. Потому что, как Господь говорит, кто верен в малом, верен во многом. А не верен в малом, это не верен во многом. И маленький даже грех вечности будет бесконечно большим. И Господь нам поделился своим, скажем, своим богоподобием. Поделился с человеком, дабы человек стал соучастником в творении. Чтобы через него Господь продолжал преображать мир. И приводить его все более и более высшему совершенству. Но небрежное отношение, даже к таким, казалось бы, мелочам, оно мешать будет в вечности. Потому что семя, хоть оно и малое, но когда оно взрастает, оно становится большим. Вот так же самое и наши добродетели, и наши грехи. За все мы будем нести ответственность. Даже за любую подпись, которую мы ставим. За любой комментарий, который мы пишем. Потому что прежде лучше подумать, чем что-то писать, или по чем-то подписываться. Или что-то набивать. Потому что, например, тот парень, почему он сделал эту татуировку? Вот причина какая. Можно сказать, потому что так модно. Так делают все. Или хотел показать себя крутым. Но есть еще одна причина. Это небрежение. То есть небрежное отношение к жизни. Потому что такое может только человек, который небрежно к жизни относится. Который не ценит то, что имеет. И вот Господь милосердно нам, вот такими примерами, скажем, какими-то скорбями и болезнями, Он нас направляет, чтобы мы одумались и стали серьезно подходить к этим всем вещам. Потому что нельзя все время быть несерьезным. Несерьезные люди, они Царство Небесное не наследуют. Даже если их туда запихнуть, все равно ничего хорошего с этого не получится. Мы будем отвечать еще и за то, что мы оправдываем и кого мы поддерживаем. Вот, как сказал один святой, кто оправдывает грех, оправдывает сатану. Мы даже помним этот фильм, «Адвокат дьявола», смысл которого состоит в том, что всякий, кто защищает грех или ложь, является адвокатом самого дьявола. Даже когда он сам этого и не понимает. Одной студентке, как-то у нас был разговор, и она очень сильно поддерживала от организации ЛГБТ и так далее, от этих всем меньшинствам. Она оправдывала это все. И я ей сказал уже наконец, что вы понимаете, что вы рискуете остаться без мужа. Она говорит, почему? Ну потому что вы же оправдываете это все. И может быть так вот Господь попустит, что тот, кто должен быть вашим мужем, найдет себе другого мужа. Она говорит, «Нет, да не это самое, почему вы взяли?» А потому что за слова свои надо отвечать. Надо отвечать за все то, что мы говорим. И то, кого мы поддержим. Это нам так кажется, что это пустой звук. Так что будьте очень-очень осторожны. И думайте, кого вы поддержите, за что вы подписываетесь. Потому что за все придется нам давать отчет. И надо понимать, что мы, конечно, чтобы не впасть в иныние, человек не может не грешить. Человек не может все делать и говорить правильно. То есть мы должны это понимать и уметь себя не самозаиваться самоедством, а укорять до такой степени, то есть не более того, что нам полезно. И помнить, что у нас столько грехов не хватит, сколько Бога милости. Если человек тянется к Богу, если он старается, бороться со злом, если он старается пользоваться божественной благодатью, потому как вот причастие мы, что просим? Одно из прошений. Дай, научи меня, что мне подобает творите, и глаголати. И все, мы учимся жить всю свою жизнь. Мы учимся говорить и общаться тоже всю свою жизнь. Надо это понимать. И, конечно же, если мы хотим милости себе, это мы не должны осуждать других людей, которые что-то так не так делают или говорят. Лучше помолиться, сказать, Господи, помилуй нас. И помните этот роман «Мастер и Маргарита», как начальник призывал нечистого постоянно, чтобы он его побрал. И тот говорит, ну, а что ж, побрать, конечно, можно. Ну, и помните, что с ним случилось. И так скажу, вот эти слова, конечно же, которые мы, бывает, употребляем, чтобы он сдох там, или чтобы ему пусто было, или чтобы он того не видел, чтобы он этот, и так далее, они просто бесследно не проходят. Поэтому будем, братья и сестры, ответственно к этому всему относиться и заботиться о том, что мы делаем. Как Давид писал, что «попекуся о грехе моем». И когда человек будет серьезно относиться к своим действиям и к добродетелям, и к грехам, то есть с ответственностью, и обращаться к Богу, конечно, он намного меньше сделает в жизни ошибок. Второе, Господь исправит те ошибки, которые сделал человек. Не сразу может, но исправит. Я это на себе знаю. Что бывает, и что-то плохое Господь обращает в хорошее. Мне было бы счастье, да несчастье помогло. И поможет намного сделать больше нам добрых дел и преуспевать в нашей духовной и светской жизни. Аминь.